Отлично! Мы никогда не узнаем, что появилось раньше, яйцо или курица. Однако понятия полный привод и джип возникли одновременно, именно поэтому в нашей сегодняшней программе Гранч Рокки ВК2 2010 года выпуска. Когда клоун трахает монашку, это и смех, и грех. А когда всего за 90 дней подобный автомобиль дорожает на треть, это уже как обмануть еврея. Чудо! Таким образом, покупка правильного ГЧ минувшим летом оказалась примерно в 200 раз выгоднее, нежели вложение денег в любой банк под 6 годовых, в золото, кокаин и порох. Но, коли ваша черепная коробка подходит исключительно для того, чтобы одевать на нее масочку, то имидетли закрывайте это видео, оно вам уже не поможет. Впрочем, вам уже ничего не поможет. Купите Кашкай, Кадьяк, Каптюр, Каптиву или умрите от короны, что в общем-то одно и то же. Итак, тихим одиноким вечером некий Хайруло Хумбабаев пришел к логичному выводу, что его чирок – это какое-то ведро гнилое ламуче. И вот он уже пишет на тематический форум «Теряя сопли и веру в человечество». Дескать, на пробеге всего 100 тысяч кмэ его итальянский дизель пал смертью убыхского народа. Перед этим отхлебнула пневма, причем в жесткой форме. Где-то на фоне ушла жена, и ее можно понять. А еще до этого крякнул редуктор и блок управления комфортом. Итого, как говорят в правительстве, отрицательный рост бюджета бывшей семьи Хайруло составил пять годовых зарплат грузчика из Ашана. Вот только не вдомек Хумбабаеву, что на его машине люто скручен пробег, причем трижды, и что все эти годы никто и никогда не обслуживал его тачку. Да и купил он всю эту рваную рвань где-то на минус шестом этаже подземного паркинга, непонятно у кого, вдвое ниже рынка. Ему просто хотелось и верить, что закон сохранения энергии придумали жидорептилоиды, дабы вероломно объегорить русского человека. Приходится курить, чтобы комары не съели раньше времени. Как говорил шейх Хан Аляхмед, расскажите мне правду, пока я окружен призраками. Именно это выражение приходит на ум, когда вытирая слезы радости, глядишь обзоры на кранчероки в этих ваших ютубах. Где-то тысяч после 150 ломается коленвал. Такое ощущение, что большинство видео про эти машины делают по скрижалиям Хайруло, причем лишь для того, чтобы хоть чем-то разбавить промежутки между рекламой Red Shadow Legends, танков и викингов. А со старта в лучшем случае удастся обогнать ну либо Калину, либо Приору. Возможно, такие же моторы втыкали на Challenger специально, чтобы унижать Калины. Расскажи мне о том, как постигший важное, одинок, как у загорелых улыбки белые, как чеснок, и как первая сигарета сбивает с ног, если ее выкурить натощак. Говори со мной о простых вещах. Четыре черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами черок. А мы ничего чертить и рекламировать не будем, разве что хорошие американские тачанки. Тем более Grand Cherokee этого заслуживает. Убрать фуллтайм 4х4 для джипа – это то же самое, что пустить на ветошь знамя части или утопить в унитазе табельное оружие. Однако на разных комплекташках черка система полного привода выполнена по-разному. Например, на Лоредо – это типа дно. Втыкали однорежимную раздатку, которая поровну распределяет тягу на обе оси. Это мега надежно, экономичненько по топливу, но никаких блокировок и понижайки на Quadratec One нету. Все как на Кодиле обзор на Коева давно уже снят, но я никак не успеваю его допилить. Товарищ старший лейтенант, отвечаю, сток. Более модные варианты Limited и Overland комплектовали раздатками о двух режимах. Quadratec Second умеет перекидывать момент, так скажем, по необходимости. К примеру, в режиме Sport вы фактически жарите онли на заднем приводе, а в режимах снег, грязь, ад и башкирия – 40-60 и 50 на 50. Докажем, что они ошибаются. 50 на 50, любой ценой. Кроме того, существует и третий режим – нейтраль, для безопасной буксировки. При этом на Limited блокировка только межосевая, а на Overland все как учили. Немного о печальном. Редуктор на черке – это жопа и тема для отдельного видео. Все, что нужно знать, его ремонт вылетает примерно в 50 тысяч тубриков. А вот когда он приедет, зависит от дугового аспекта Венеры во втором доме. За управление режимами полного привода отвечает так называемый Attraction Management System или Select Terrain. Однако к чему эти богомерзкие примочки, когда можно вызвать бульдозер ЧТЗ-170 и с помощью одной полулитровой утилиты выдернуть и Лореда, и Limited, и Overland вместе с Трекхоком? Прикол в том, что большинство обладателей черокезов могут годами успешно катать на машине, даже не подозревая, что Select Terrain у них не работает. А теперь про мотор. Pentastar V6 на 3,6 литра и 286 коней. 24 клапана распредвалы Double Overhead – отличнейший аппарат, тянет как зверь, кушает мало, у меня по городу выходило 14 литров максимум. К счастью, ничего общего с пихлами от Мерина Пента не имеет, хотя Чирок – это практически кузен Эмеля. Та-да! В наше время что может делать мозги на этих моторах? Ну, ближе к двум сотням, а иногда и к трем. Подходит ГРМ, 3 натяжителя и 4 цепочки, еще 50 тысяч помимо работы за неоригинал. Или 100 тысяч за оригинал, хотя есть варианты. Опять же, долговечность ГРМа напрямую зависит от того, что и как регулярно наливали в мотор. Любопытно, но дилеры рекомендуют замену масла каждые 20 тысяч. И это неудивительно, ведь им нужно, чтобы ваша тачка скорее умерла и вы пришли за новой. Но нужно ли это вам? Нет. Главный косяк Пента, и его практически невозможно проверить перед покупкой, это не свернул ли где-нибудь резьбу какой-нибудь Кузьмич, например, при замене свечей. Такой херни вы никогда не получите на нормальном американском моторе из чугуняки. Впуск реализован максимально идиотически, что вкупе с еще более идиотической EGR-систем на Доресте может вызывать лютые траблы. Удаление кота лизаторов приводит к армагеддону, причем в извращенной форме. Вырезанные же коты предвещают вам сектор приз на барабане. Это либо капиталка, либо новое пихло. У дизеля на 3 литра налог меньше, но это все, что можно сказать в его оправдании. Для понимания, одного бака на детище Фиат, Пауэртрейн и ВМ Моторе хватает по М4 на 1000 с лишним километров. Тянет он как бешеный паровоз, но все-таки у А630-го есть много «но». Не выдержал перегрузки! Например, хрен по деревне насчет неоригинальных запчастей. Ждать оригинала долго, платить дорого. Тем более, если не в Москве. Допустим, банальный термостат на бензиновый мотор это 2000 рублей, а на дизель то ли 10, то ли 20, я уже не помню. Но все равно как-то дофига. Шесть форсунок по 25 тысяч равно годовая зарплата библиотекаря из Алубки. Так что желающие экономить бабло за счет налога и расхода будут иметь бледный вид и очень быстро поймут, что дизель как кредит. Платишь потом и гораздо больше, чем думал. Кстати, двигатель на черке это не номерной агрегат. В ГИБДД проверяют лишь номер кузова, он под правым передним сидением, где аккум. И найти его можно отодвинув вперед кресло. А также вин, который под лобошом. Дублирующие таблички на водительской стойке часто отлетают на мойках. Это не проблема, гаишник ничего не скажет. За рулем этой машины вы вряд ли когда-нибудь увидите бабу. Причем независимо от пола. По части коробки говорить нечего. На доресте это неубиваемая и необслуживаемая 5G-троник отмерена. По американской номенклатуре эта железяка проходит под названием NEC-1. Пол мульта она должна проехать как и мотор. На мой взгляд, ВК-2 это оптимальное соотношение цена-качество. Допустим, вам нужно нечто маленькое, юркое, экономичное и в то же время харизматичное. Допустим, вы не догадались настрогать кучу бастардов, а значит вам не нужен третий ряд и огромный багажник. Тогда ничего прикольнее черка вы не найдете. Машина комфортная, безопасная, надежная и при этом умеет ездить по бездорожью. А еще необходимо знать, что передние сидения на черках чаще всего умирают еще до пробега 150 тысяч. Кожа там мягкая, приятная, потому где тонко там и рвется. В большей степени это, конечно, проблема светлого салона. В попытках производителя и рыбку скушать и руки не испачкать, они делают нечто полуамериканское, чтобы охватить и рынки Западной Европы, и рынки Северной Америки. Но в одном достижении им невозможно отказать. Они умудрились как-то заставить ржаветь алюминий на передней кромке капота. Про хром тоже не будем ничего говорить, однако... Только эта машина и в наше время имеет полное моральное право называться жипом. Знаете, изначально я хотел сделать исключительно позитивное видео про Чирок. Дело в том, что лично мне безумно нравится эта машина. И лично я считаю, что ее можно и нужно покупать, даже несмотря на некоторые неприятные вещи. Тут прикол в другом. Живые Чироки 10-12 года это большая редкость, тем более в бюджете миллион, миллион двести или типа того. Поездив вот непосредственно с Максимом несколько раз, то есть машина просто замечательная, отличная акустика. Ну и вот начали искать Чирок. Много вариантов посмотрели, остановились на вот этом. Да, конечно, он поверху рынка. Но в принципе это того стоит. Беря машину поверху рынка, ты получаешь практически, ну, можно сказать, на 99% идеальный вариант. Бывают тачки, в которые ты сел и тут же очутился, как дома. Тебе хорошо, тебе все вкатывает. Так вот, ГЧ это именно тот вариант. Хозяин Каена периодически ищет свои фары где-нибудь на Авито, а хозяин Черка знает, что его фары приделаны к Черку. Далее. На всем, кроме Лореда, багажник имеет электропривод. Вероятно, тут помогли отзывы людей, которые эксплуатировали предыдущие поколения черокезов. В глубокий лес на Бэхе не заедешь, чтобы закопать трупы, поэтому Гранч Рокки очень полюбился матерым ОПГ эпохи малиновых пиджаков. Опять же, производитель задумался и о том, чтобы клоун и монашка могли трахаться в комфорте, дабы грех не стал смехом. Ровный пол можно накреативить одним легким движением. Точнее, двумя. Так что Гранч Рокки, опять же, на мой взгляд, это идеальная машина для путешествий вдвоем. А дети при их наличии, собаки, тещи и прочая ненужная, орущая, ноющая и скулящая хрень, пусть едут на Санта-Фе дяде Васе или на бронекатере к ядрене матери. Что еще я знаю о безгеморойных перемещениях на большие расстояния. Опытный путешественник возьмет лучше правильный черок с панорамой вместо унылой палатки. Вот допустим, был бы у Игоря Дятлова и его группы черок на Атартене, все было бы хорошо. А нормальные люди вообще ночуют в гостишке. А ближе к весне мы опять вернемся к черку, и это будет уже рест СРТ 2018 года на 6,4 литра. Между прочим, СРТ это не более чем сокращение от спорт. Подводя итог, должен заявить вот что. Неважно, оборачиваются ли другие, чтобы посмотреть на вашу машину. Важно, чтобы уходя с парковки, оборачивались вы. Добавляйтесь в друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии оставляйте. У нас есть моднейший сайт, как вы все знаете, группа ВКонтакте. Так что добавляйтесь, пишите в личку, не забывайте заказывать у нас машину на подбор. И самое главное, не покупайте современное давно. Уходим на закат, уходим на восход, не бойся больше ничего, не будет больше ничего. Не бойся больше ничего, не будет больше ничего. Субтитры сделал DimaTorzok